хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как ваше полное имя курсов игорь вадимович а год рождения 28 81 81 я но и 1 год это же 81 год куда сами родом екатеринбург и сама и катеринбург это екатеринбургская область город свердловск и семья есть да дети сколько два раза был женат первые первой дочери 28 второму 20 то есть они уже как бы взрослые дети я сейчас на третий раз сошелся с женщиной так что ну по обстоятельствам жизни пришлось остаться просто-на-посту я понял какие тюрьма вы сели да за что грабеж а когда было в девятнадцатом а грабеж чего магазин это где свердловске нет это я родом оттуда а живете где курск город курск это приграничная зона и разошлись через грабеж в курске до в девятнадцатом году на сколько срок внутри с половиной и когда должны были выйти в сентябре этого года 23 года вы подписали контракт я так понимаю да да с министерством обороны а когда это было 2 5 октября 22 года представители министерства обороны приехали на зону да да они приезжают а когда там все пресс-происходило ну приехали крутеры просто-напросто кто пойдет кто желает я я решил пойти об обмен на что можно я на это вопрос не буду отвечать я думаю мы как бы уже разговариваю с человеком который ну тоже подписал контракт с минобороны ну то есть вы можете сказать только да или нет в обмен на досрочное освобождение дали жизнь чистого листа и деньги да правильно сколько обещали сто семьдесят в месяц да смотрите просто напомнить как как зовут игорь игорь но смотрите то что мы ну чтобы вы немного понимали да я у меня почти 100 интервью до своей на плену то есть я много вещей понимаю много вещей знаю это что вы там например не хотите говорить какую какой-то там элемент чего-то то это знаю просто с других разговоров да вы же сами это подтвердить это не тайна да это не тайна что вы обменяли то свободу которые там мама вам оставалось там год еще сидели да на то чтобы пойти воевать у меня другой вопрос да когда приезжала минобороны и это все меняло да но они говорили о какой-то идеологической подоплеки или это чисто такой был как бы по-английски это ченч да но вам вот это вы нам вот это это был ченч вы понимаете это английское слово да амин да то есть это четко говорилось ребята если хотите выйти то вот идите воевать да нет никакой идеологии никакой идеологии него вообще да а какого уровня были представители по гражданке это гражданские были гражданке а почему они представили они представлялись министерством обороны хорошо сколько эта колония была да поскольку человек сидел почти 400 а согласилась сколько на это последний раз и мы уезжали втроём только три человека а сколько другим оставалось там 40 разные были я не лезут каждому в голову я не могу сказать за каждого хорошо хорошо у вас какое образование средне специально специальность камень чепотник работали а вот почему пошли на контракт был подписан да с одной стороны вы были и другая сторона это кто это печать до подписью минобороны до 180 тысяч приблизительно вы должны были денег да как бы взять в месяц и контракт на сколько на полгода на полгода смотрите у меня вопрос да вот в втором не кажется человек который с минобороновскими подписал контракт да я я несколько человек я с несколькими человеками разговариваю с я буду говорить юридически сейчас да потому что как бы чувака вагнер так как называть чувака вагнер в россии она признать террористической организации да и они когда-то будут осуждены но я в этом уверен да и потому я лучше буду это называть так как юридически их называют вагнер групп группа вагнера да вот группа вагнера она как бы публично это делает да пригожим приезжал в колонии наверное вы видели эти видео и так далее я это видел вживую когда пригожим приезжал расскажите как это было это было в белгороде в сентябре месяц а в белгороде что вы делали я отбыл накажение а вас перевели в курск да нет меня не перевели вкус меня забрали с белгорода а я понял вы курске жили а сидел и сидели в белгороде я понял расскажите как приезжал пригожим приехал под вечер собрал больше половины ваги я не пошел к нему я подумал подумал подожду многие уехали 50 человек из 50 человек чтобы понимали осталось на 21 октября осталось 5 а что это значит все остальные 200 а из этой группировки которую забрал все пригожен она поехала а почему не пошли группировки вагнер но во первых мнение внушило доверие это пригожим сам да да мне не внушило доверие вообще не то я просто у меня пол семьи военных пол семьи врачей я знаю как разговаривают военное это что говорю он это говорил не военный какой вот впечатление на вас произвел пригожим отталкивающие сам по себе человек не дуба есть такое в душе у каждого человека чувствует забор зло я прекрасно понимал что я просто надеюсь и кое-что исправить в своей жизни и это не знаю получилось 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 но пригожин это не тот человек за которым нужно идти правильно я понимаю а он что предлагал воды я-то понял вы сидели да когда вы были в числе этих людей да что он говорит нет я не сидел я просто слышал я его видел во первых сам я к нему даже на встречу не пошел потому что так как я на срочно был по новостям я уже слышал это все и со родными общался и узнавал что как почему мне это не внушило доверие вообще поэтому даже на встречу пошло просто видел не понравилось с первого взгляда предложение минобороновская даров она в чем-то похоже с пригожинский нет почему в чем разница в чем разница потому что там мясо а здесь нет объяснить если ты сам не ступишь если ты будешь думать головой не только выполнять вслепую приказы еще что то можно потому что приказ сначала выполняется потом освобождается но здесь чуть другая ситуация здесь главное не то чтобы как-то навредить кому-то да здесь самое главное сохранить первых человечество во вторых это лучше сказать остаться самим собой ну вы же понимаете это философский такой подход до философский подход но как бы целью вот я говорил и с вагнеровцами и так далее у них как бы цель 1 менять срок те которые пошли второе им тоже платят деньги только они их не видят и они находятся как в тюрьме у них нет ни телефонов ни документов ни денег не свободного выхода то за никто они никто они никто они пушечное мясо то есть то что их даже обменивали они все равно возвратятся на фронт а они вернутся на передок прям сразу наш у минобороны есть какой-то реабилитационный срок мы все равно после обмена идем едем на россию не там какое-то время и потом уже решают отправлять или не отправлять а у них этого нет их обменяли сразу сутки максимум двое вот вся разница а вот ваше мнение вот первым кто начал вербовку зэков был пригожин да но из того что я знаю почему миноборона российской федерации тоже на это пошло чтобы идти вербовать зэков они решили посмотреть что из этого получится они просто решили посмотреть у пригожин не все так гладко идет как хотелось бы а вы вот то что мне говорите в это знаете с того что были на войне общались там с людьми да то что а что вы имеете ввиду что пригожина не все так гладко но много много чего люди не выполняют много чего неправильного со стороны руководства их не войдет нельзя так с людьми вот группировка вагнера до вагнер групп они как бы отдельно курируется да они как-то взаимодействуют с минобороновскими нет вообще да да я минобороны нас перед тем как вывести с позиции мы делали ротацию вагна мы пришли они полностью ушли их рядом с нами не было вы говорите что они денег никогда не видят да и не видят вы подписывали контракт у вас был счет деньги должны были карты на счет нет я получила наличными каждое число получил запад украине уже да а вот вас не возникало как бы наличные деньги они как бы в цивилизованном мире это как бы черные деньги это кешь ну понимаете я коль я пошел я понимаю прекрасно куда я иду смотрите это не вопрос к вам да мы с вами сейчас просто разговариваем да кешь это черные деньги вы подписали контракт правильно то есть эти деньги нужно было как бы как бы минобороны оформить как-то вы не спрашивали откуда на первых я поступил в службу в ряды луганской народной милиции а вас устроили туда да да я получил вали и военные билеты луганской народной милиции и деньги я получал от финчасти луганской народной милиции не со минобороны у нас идет вот так мы приехали почему я сказал у вагнаров нет свободы у них есть только личный номер потому что я получил документы сразу науки военный билет вот меня я пошел в обороны большинство из-за этого потому что я два месяца до был ранен до в которых мы принимали непосредственно участие но как но опять же это война я прекрасно знал куда еду ну как знал я не знал что так я не знал что так потому что я даже не знаю что сказать но наличные получали от улганской именно то есть как бы деньги руки в руки давали украинцы потому что улганчане это украинцы смотрите у меня такой вопрос на зона это масти да там блатные мужики и так далее вы кому принадлежали мужик да в опущенные петухи воюют берут их и хотеют почему надежной обладные и мужики готовы с ними воевать или нет он вместе если он согласится например минобороны к вагнарами шли опущены обиженные или как встречался с этим нету и да нет то есть это четко разделяется да я с этим не сталкивался вообще у нас вот последний только кто был поехал это три человека и больше не знаю когда зашли в украину 5 чего октября 22 года какое направление а угаск у вас какая должность была сока да пехота вы типа минобороновский у вас вербовку делал обороны но у форме выходили так называемый лнр правильно я понимаю и воевали только с так называемые лнр цамина были покроватированы пятой и седьмой бригаде а в плен когда попали двадцать седьмого двенадцать двадцать второго то есть через раз два два с половиной месяца да где белоговка это луганская область по моему если не ошибаюсь обстоятельства коротко поминали вагнеров на позицию закинули как котят без информации без поддержки и попали в плен просто меня затрехсотили и я попал в плен какие ранения локтя нету нога осколочные а это все осколочные или пулевые у меня локоть пулевая и пуля снесла локоть да когда мы говорим вот вагнарах да и так называемый лнр как вообще ну как бы экипировка лнр-овцев все стандарт также как и везде бронежилет автомат хорошие были да но вы привыкли потому что некоторые говорят что как бы те что с так называемых днр лнр и у них как бы хуже но может быть им дают хуже но у нас привезли на по привозили на полигон еще нового вопрос так называемый лнр взаимодействует как-то с частями российской регулярной армии или это все отдельно я не сталкиваюсь то есть все только было она 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 днр регулярность наших частей с кем-то советовались когда шли воевать сами решили да вот вы говорите что вы не ожидали что здесь война я так ну то есть я так понимаю что в боестолкновениях принимали участие правильно да то есть стреляли и так далее это война смотрите вы один из немногих людей которые ну так скажу он не ноет до большинство из которых я здесь говорил большинство да это более 50 человек они все здесь сидели говорили они стреляли и так далее для меня это как бы странно да ну потому что если мы говорим да я украинец вы россияне да между нашими странами война ну мы враги это мы понимаем да через это да здесь общаемся чтобы я честно скажу для чего я это все делаю я это делаю чтобы показывать что происходит здесь до общаясь с людьми которые воевали по ту сторону то есть насмотрели украинцы и россиян на нашем youtube канале то тот что мы сделали вы говорите что не думали что здесь такое происходит это по российским сми не показывают уже смотрите я я уверен что вы в этом на зоне смотрели новости и так далее да смотрели но этого не было что говорят стандарт все что говорят сми абсолютно все стандартно но подробностей почти нет ребята которые это все видели они могли просто сами ошибаться куда они идут они просто могли заблуждаться что пехота сейчас что-то значит пехота еще что-то может пехота много может но это со стороны россии это война артиллерии и не только с нашим с вашей тоже это война богов боги войны артиллерию так называют они сейчас работают и это их война и наш потому что большинство что я видел смертей это артиллерии танки и намет мало стрелковых много смертей видели солидар мы были по солидаром я два месяца под солидаром пробыл с самого начала под солидаром на яковлоке расскажите о солидаре что там было да ничего особо там не было когда вы приехали город был не тоже он снесен почти полностью а какие задания вам ставились под солидаром зачем солидар нужен я ничего не как сказать перед нами задачи ставились наблюдать на план в основном ппп и так далее до наблюдательные пункты дежуре посменно с угончанами с того что я слышал ира я разговаривал с вагнерами 95 99 процентов тех кто воюет по солидаром воевал по солидаром это были вагнера смех нет вагнеров туда перекинули 25 декабря кто воевал по солидаром тогда уганск донецк ахмат мы и на барон ахмад воюет атака дырится это уже не кадров это уже не кадров это чуваках ахмад это человека да и кто там там чечен и не только там русские там набираются отовсюду отовсюду это что значит со всей россии но все равно он как бы под кадровом да да и представляется как бы чеченский батальон а почему там чеченов нет откуда я знаю я это узнать не могу давайте поговорим немного о идеологии в том что вы сделали идеология присутствует нет вообще вообще что вы знаете в украине то что преподавали в школе в советское время все то есть почти ничего стоишь а независимой украине ничего не знаете смотрите если вот взять для вас эта война я понимаю вот у вас иногда там выходят немного слезы да то что вы говорите вот это вопрос всем ставлю закон да которые например говорят это чисто шкурный интерес и так далее вы зашли воевать другую страну чтобы защитить как бы свои шкурные интересы получается так и второй вопрос да на зоне вы сидели за грехи свои да согласно это как бы личное дело грехи это личное дело и как бы вынесли ответственность но вы решили смыть свои грехи за счет других грехов я вас понял нет за счет убийства жителей другого народа и другой стороны горя другого другого людей другой страны понимаете о чем я говорю да я понимаю это тошно то что выходит что я только что сказал да честно сказать я не думал что это все так я чуть-чуть заблуждался и я наверно все таки правда сделал свою ошибку то мне долго будет стоить но ладно чего уж жалеть о том не надо чего уж больше нет хотите что-то сказать украинцы они нас будут смотреть я думаю это уже словами этого не исправить то что происходит сейчас будет происходить долго я не могу ничего сказать за себя я прошу прощения все больше ничего почему вы говорите что это все долго будет происходить но потому что не просто так найти люди они не остановятся эти люди это вы говорите не на камеру не хочу сейчас обсуждать вы меня услышали эти люди это россияне не все нет но те кто идут воевать те кто отправляет власти восемьдесят первый год восемьдесят первого года вы на на выборы ходили я большинство времени провел за колючей плаворкой это у вас не первая оседлитель да это как это уже какое шестое шестое все было за гребеж ну почти что значит почти было еще там оружие было но это было давно нанесение суммарно вы сидели вам должно бы быть так как мне в этом году 42 года уже исполнилось да у меня мая просто и сколько вы суммарно сидели с ним почти 20 то есть полу я не знаю это появится мне кажется какой-то песни даже зона это как дом родной есть такой есть такая поговорка россия на распространена пуль пусто не сидит пусто не стережут полстраны сидит в россии почти четверо смотрите мне некоторые рассказывали что сейчас как бы есть такой негласный приказ по и т.к. по колониям чтобы закручивать чтобы администрация закручивала гайки чтобы те зэки которые не хотят идти воевать чтобы они шли есть такое да проскакивает но у нас и так зоны закручены до нельзя можно дальше закрутить вы же понимаете что это можно сделать можно но тогда просто встанет мужик и не будет работать блатные идут воевать да много немного на есть а им зачем это я не могу это ответить вот вы когда воевали в так называемых формированиях лнр много заков было с россией но не очень но были это украинцы были да и вы да то есть заки и украинцы да ну то есть которые присоединились к этим ну то есть или там как-то пошли на на зоне все равно можно голосовать нет у вас нет нет не голосуют закида как только это извините меня этого не знаю как только как только ты получаешь срок ты лишаешься права голоса до осуждения да ты имеешь право голосовать на выборах на ты можешь делать выбор но после вынесения приговора нет я так понимаю чтобы у вас не боитесь говорить плохо там не хотелось бы хорошо боитесь не боюсь просто не хочу почему ну во первых семья это первое а потом возвращение у меня руки нет мне нужно россия нам что-то хотите сказать те кто с головой и сердцем услышат не надо сюда идти это не наша война общение наш просто пусть власти разбираются сами без нас понимаете что это войны не было бы если бы в том числе такие как вы не шли я понимаю это все прекрасно но знаете бывает такая ситуация когда человек своим бездействием совершает действия и вот наши мои сограждане сделали это они просто так сказать формулировать просто была . когда надо было делать они . прошли и после этого . это . не возврат просто нельзя сделать шаг назад уже все изменено и изменено настолько что я хочу услышать мнение по одному вопросу да иногда себе его задаю просто я или вы многое считали я так понимаю да на зоне я не только на зоне читал я не свободе читал ну то есть я еще это дело то есть вы хорошо слагаете предложение да у вас есть мысли да я с многими здесь разговаривал и так далее несмотря на то что 20 лет как бы зону язык мы говорим так как есть вы говорите о точке что они упустили эту точку когда это все можно было развернуть назад да когда это случилось когда можно было россии развернуть назад когда был последний референдум по изменению конституции рф это 18 годный кажется да 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 мне кажется 18 год российские журналисты по соли россии не все хорошо назвите кто нет но сейчас я могу сейчас уже ничего такого не скажу потому что сейчас уже давно не слежу раньше был солженицын он не послал россии не смотрите солженицын мы говорим о новых да вот мы говорим вот у меня вопрос в другом да сейчас много как бы выехал эти которые названы там иноагентами да они повыезжали и так далее мы говорим о поколению таких как я да потому что соложеницы это другое поколение да вот поколение таких как любомир до российские журналисты они просрали россию даже те кто сейчас там из-за бугра что-то вещает меня просто вопрос как россиянин я даже не могу сейчас ответил на этот вопрос потому что как таковой я с этим не сталкиваюсь просто мне интересно вот то что я иногда новости проскакивают да а так то и не смотрю сами знаете на на свободе их некогда смотреть по большому счету а так что я могу сказать ну ваша власть тоже приложила руку ну как наш журналисты журналистская власть тоже приложила к этому ко всему потому что она тоже могла много чего сделать но у нас не всегда была хорошая власть люди были против и так далее то что там называют россии переворотом нас это называют майданом но люди как бы боролись до журналисты ему там помогали да это как бы как бы дело украины внутренние правда да но украина не лезет в дела других стран поэтому это как бы разные категории то что мы говорим о россии то что мы говорим украине и также всегда задаю вопрос россиянам да вот в у нас есть статистика всегда на сайтах и вот там британцы они говорили там институт изучения войны он данные приводил за украинской статистикой 132 более 132 человек тысяч россиян умерла на этой войне британцы говорят этот институт что около 200 тысяч ну что мне объяснить за что умеряете все люди я за всех не могу сказать я знаю что нас приехало 104 человека и за два месяца осталось четко 30 я не знаю что пацаны погибли я вообще-то понять не могу я не могу этого понять как закончили войну одной стороны одной стороне это не под силу это нужно садиться и разговаривать смотрите вот всегда все говорят что нужно садиться разговаривать да вот понимаете вам сейчас задам вопрос на который вы не захочете отвечать вот а как с путиным договориться если территории ну забраны украинские территории 2 в 21 веке о чем вот ну грубо говоря я украинский президент в российский я вам говорю смотри это украинские территории выходи из них это наша земля понимаете я не захочу вам ответить на это не захочу ответить вам на этот вопрос я просто не смогу него ответить потому что я не знаю вы же умный человек вы понимаете что если сейчас украина пойдет пойдет на уступки нету гарантии что россияне не пойдут еще через год вы знаете историю грозного и чеченские воя все это я все это не пони заранее знаю но гарантии никаких но я даже не могу на стоять просто на этот вопрос вы же понимаете что мир только сейчас понимает что это большая проблема эту проблему с россией нужно было решать еще до того до украинского вопроса да когда забрали половину грузии но это и другие куски это уж вопрос щекотливый то нужно это не щекотливый вопрос назвите мне вы уже говорите что вы читаете книги и так далее смотрите что там видите мне еще одну такую страну мире который забирать территории вот так идет просто такого нет да я с вами согласен но здесь какая-то другая подоплека я не могу я на нее ответить потому что россии территории как таковой большому счету не нужны у нас земли своей хватает нацистов нато уворот и так далее вы не верите в это все я вам скажу так за почти два с половиной месяца то что я воевал я не видел ни одного натовца я не видел ни одного наемника и не идем никого кроме украинцев все простых украинастых украинцев кто они были вот служи после тоже воевать простые украинцы я знаю это врачи айтишники отцы братья я прекрасно понимаю но я не власть я понимаю прекрасно что я виноват что я сюда втелся но у меня чуть чуть другое я не деля не идеалист я не политик я стараюсь для того чтобы можно сказать для того чтобы следующее поколение нас меня по крайней мере если вы не понимаете что я говорю смогу спокойно отучиться и получить работу но не ценой я прекрасно понимаете ценой этого конечно нет конечно нет если учесть то что я с октября по декабрь повалялся в госпитале с конца октября поначалу декабря как у меня левая сторона все посвечено вот так